Девушки отдыхают 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 Бакс! Бакс! Алиса, ну вот почему, когда он со мной гуляет, все в порядке, а с тобой каждый раз теряется? Мам, не начинай, а? Мне просто позвонили. Бакс! 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 Баксик! Бакс! Бакс! Баксик! Бакс, да где же ты? Мам! Чего? Что это? Интересненько. Ужас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу! Ну все, добрались. Не обращайте внимания. У нас тут ремонт. Ну, а в общем, старожилов у нас осталось трое в отделении. Я? Одинцов. Он, кстати, не женатый. Если что, рекомендую. Я здесь не за этим. Зря. Хорош мужик. Ну, это же не повод выходить за него замуж. Мое дело предложить. Вот, кстати, он. Леха, иди сюда. Иди познакомься. Ульяна Владимировна Соколова. Следователь из столицы. Алексей, доброе утро. Очень приятно. Да. Ну, нам тоже очень приятно. А что, у вас рабочий день с 11? Нет, с 8, нормально. А вот, третий наш старожил, это вот секретарша Вика. Здрасте. Здрасте. Вик. Таня, кто обнаружил труп? Попробуй догадаться. Проезжайте, гражданин. Гражданин, проезжайте. Товарищ майор. Майор приехал. Ну, что у вас тут? Гражданки обнаружили труп в парке. Что за труп? Он не представился. Там вообще жесть. Вы не волнуйтесь, вас как зовут? Да мы не волнуемся. Я Татьяна Бородина. Известный блогер. Более известный, как продавец в магазине. Это кому как? А вас как зовут? Следователь адмиралов. Ну, пойдемте, покажете свою находку. Да? Да. Секундочку. Похоже, они сюда приехали на ваш... Походу, кровь. Да. Пятна бурого цвета. Похоже на кровь. Мам. Мам. Тихо. Мама. Сейчас. Так. Так. Вот этот стол. Ставим сюда. Ближе к окну. Чтобы второй влез. Товарищ майор, тут одному не развернуться. Куда двоих-то? Шаров. Своё мнение вы скажете, когда я вас спрошу. Давайте. Берем стол и погнали. Давай-давай. Так. Теперь цветок убираем. Сюда ставим второй стол. Ну, быстрее, быстрее. Что вы заверли, как мухи? Товарищ майор, вот доставил в целости и сохранности следователь Соколова Ульяна Владимировна, а это Михаил Андреевич Убей Волк, наш новый начальник РОВД. Добро пожаловать, Ульяна Владимировна. Я слышал, что вы одна из лучших следователей в столице. Да, именно поэтому меня сюда и сослали. Да. А это, кстати, ваше рабочее место. Шикарно. Просто шикарно. Очень уютно. А второй стол зачем? А тут будет сидеть второй следователь. Так, давайте, давайте. Пускай. А я вообще-то одна привыкла? Это только на время ремонта. А потом у каждого будет свой отдельный кабинет. Ау! Блин! Это опер Тимофей из Новосибирска. Если нужно что-то найти или хакнуть, это к нему. Здрасте. А если ей нужно что-то найти и съесть, это к оперу Шарову. Федя из Краснодара. В парке обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Суд медэксперт Горанина уже отъехал, выехал. Ну, у вас тут еще и убийства случаются. Да. С размещением придется повременить. Поэтому предлагаю вам проехать на место преступления и взять это дело. А вы поедете с Одинцовым? Михаил Андреевич, а мы? Мебель делаете? Ставим стол. Что, сюда из Краснодара ехал, чтобы столы приставлять? Предположительно, смерть наступила не более суток назад в результате ножевого ранения. Совершенно очевидно, что труп пытались сжечь, но тело сгорело не полностью. Думаю, что убийца торопился. Возможно, его испугали посетители парка. Здравствуйте. Следователь Соколова. Суд медэксперт Горанина. Рассказывать? Я уже все рассказала следователю. В смысле? Я следователь, которого назначили на это дело. Но он тоже показал обостоверение. Мужчина, вы вообще кто? Старший следователь из Санкт-Петербурга. Майор Адмирал Александр Сергеевич. Один судор. Чего? Ничего. Ты, что ли? Привет, Саша. Ты тут как? Прибыл из Питера. Так, значит, вот куда тебя сослали, да? В общем, сослали, меня не сослали. Я сама попросилась. Мне здесь нравится. Здесь природа, архитектура. Интересная работа. Ну, значит, будем вместе работать на интересной работе. А что, запятник? А, я-то, я-то, я не успела с дороги переодеться. Я, там, я, у меня машина заглохла, я залезла под капот. Ну, да, хоть что-то в этом мире неизменное. Ладно тебе. Что тут? Ну, документы при жертве не обнаружены. А одежда почти вся сгорела. Сохранились вон туфли и браслет. Предположительно, убили не здесь. Там следы от машины и следы крови, ведущие к жертве. Любопытный маникюр. Кто тут криминалист? Я. Вы же судмедэксперт. Я судмедэксперт и криминалист в одном флаконе. У меня два высших образования. Я из Уфы. Кто мог подумать, что здесь соберется такой золотой состав. Посторонние почему здесь, а? Почему тут посторонние? Дорогие подписчики, у меня для вас очень важная новость. Сегодня, гуляя по парку, я наткнулась на обгоревший труп. Тут нельзя снимать. Знаете что? Для начала представьтесь. Майор Соколова, Москва. Не надо снимать удостоверение. Тут вообще нельзя посторонним. Покиньте территорию. Господи, да пожалуйста. В общем, очень, очень загадочное убийство. Даже какая-то майориха из Москвы приехала. Вон отсюда. Да пожалуйста. Почему у вас посторонние на месте преступления? Извините. Извините, Ульяна Владимировна. Помощнички, блин. Где эти, как их, свидетели, которые обнаружили труп? Так это, вы их только что прогнали. Прогнали. Верни. Тань, вернись. Разговор есть. То уходите, то возвращайтесь. Тоже мне сыщики. Расскажите, как вы обнаружили тело? Я уже все рассказала следователю. Я следователь, который ведет это дело? Да? А это тогда кто? Это? Мой помощник. Странно. А выглядит, как будто он тут главный. Это ошибочное впечатление. Так как вы обнаружили тело? А он тоже из Москвы? Я спрашиваю, как вы обнаружили тело? Да собака нашла. А не знаете, он женат? Я понятия не имею. Да подождите! Мне кажется, я знаю, кто это. Кто? Парикмахерша Оксана Рубанова. У нее полгорода стрижется. Почему так решили? Да по маникюру. Такого больше ни у кого не было. Я недавно у нее была, вот и запомнила. Коля, запиши пока. Чего? Ничего, это привычка. Так, знаете ее адрес? Адрес не знаю. Зато телефон есть. Нужно? Конечно, нужно. Вот. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Ну? Что-то нашли. Нет, мне еще надо больше времени, чтобы сделать. Что? Сделать? Пробести экспертизу. После вас. Я считаю так. Раз следователь адмирал первый прибыл на место преступления, пусть он и расследует это дело. Ну, я категорически не согласен. Я всего лишь хотел оказать посильную помощь. А вы получили это дело от начальства. А слово начальство у нас закон. Я прав, Михаил Андреевич? Абсолютно, Александр Сергеевич. Ульяна Владимировна, это дело поручено вам, поэтому действуйте. Ну, не буду вам мешать. Кстати, шикарный кабинет. Здесь наверняка очень хорошо делать. Интересную работу. Там мужчина пришел по угону автомобиля. Александр Сергеевич, вот и займитесь угоном. И, кстати, это ваше рабочее место. В смысле? То есть, мы что, будем сидеть друг напротив друга? Можете сесть спинами. А можем валетом. А можем на лавочке около УВД. Заодно подыхшим свежим воздухом. Обживайся. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сколько лет мы с тобой не уведились? Лет 20? Семнадцать, если точно. Угу. С ума на сайте. Никогда бы не подумал, что встречу тебя здесь. А я и не мечтала. Знала бы, отказалась. Неужели до сих пор не простила? За что? Да и ни в чем не виноват. Ну, значит, будем жить дружно? Будем жить параллельно. Я в соавторстве работать не привыкла. Так что давай каждый сам для себя. Угу. Пока. Она вон там живет. Петр Андреевич. А? Гражданин Зорькин уверяет, что в очередь приняли заявление об угоне автомобиля. Ну, да, конечно. Был такой и принял. Отлично. Ну, что вы? А какие действия предпринимались? Какие действия? Я же простой дознаватель. В мои полномочия не входит в вести расследование. А вы, следователь, только на следующее утро приехали. Тут еще этот труп в парке. У меня из головы этот угон и вылетел. Вот видите? Гражданин Зорькин, вы не волнуйтесь. Пойдемте, покажется, где у вас угнули автомобиль. Почему вы на меня так смотрите? Ульяна Владимировна, это же вы раскрыли громкое дело об убийстве жены бизнесмена Филатова. Допустим. Здравствуйте, Арина Родионовна. Здравствуй, Лешенька. Здравствуй. Зайду к вам вечером. Буду ждать. Здравствуйте. Здравствуйте. Это дом Рубановых. Я следил за тем делом. Для меня большая честь познакомиться с вами, а тем более вместе работать. Здесь меня подождите. Добрый день. Гражданин Рубанов? Ну? Майор Соколова. Меня интересует, где в данный момент находится ваша супруга. Вчера вечером она уехала к матери в Тулу. А что случилось? Телефон тещи есть? Телефон тещи есть. Звоните. И на громкую связь поставьте, я буду говорить. Как тебя еще зовут? Маргарита Васильевна. Алло. Маргарита Васильевна, здравствуйте. Майор Соколова из Андреевска. Здравствуйте. Извините, к вам вчера приезжала ваша дочь? Нет. А что случилось? Не волнуйтесь, нам нужно просто установить ее местонахождение. Извините за беспокойство. Вам знакомы вот эти предметы? На вроде. В парке нашли тело женщины. Ее убили вчера вечером. Ее рост примерно 165 сантиметров. Мы подозреваем, что это ваша жена. Я понимаю, что вам сейчас нелегко. Но мне нужно знать, где вы были вчера с девяти до десяти вечера. Я был на дне рождения Романа. Брата Оксаны. Праздновали в Кваке. Он владелец этого бара. Да нет тут никаких камер. Мы же не в столице живем. Что, опять решил помочь с расследованием? Что, ты против? Ну, вообще-то мы решили, что это мое дело. Успокойся, я здесь по своему делу. Город маленький. Даже слишком. Ну, что? Что? Дальше делать-то будем. Искать? Пойдемте. Скажите, где я могу найти владелица бара Романа? Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Майор Соколова. Я звонила вам по поводу смерти вашей сестры Оксаны Рубановой. Это моя жена Таисия. Расскажите мне про ваш праздник. Что-то было необычное. Это все как всегда. Были все свои. Пару десятков человек. А когда пришел Рубанов, Олег, и когда ушел? Олег пришел сразу после восьми и пробыл до самого конца. Где-то до часу ночи. А как Оксана объяснила вам, что ее не будет на ваше днерождение? Сестра мне толком ничего не сказала. Просто позвонила за пять минут до начала и поставила перед фактом, что ее не будет. Извините. А Рома очень расстроилась, когда узнал, что Оксана не будет. Гриша. А я была хозяйкой вечера. На мне были еда, напитки и хорошее настроение. Где уж мне было за всем и следить. Да. Ульяна Владимировна, это Новиков. Тут мать Оксаны Рубановой звонит. Она считает, что ее дочь убил ее муж, Олег Рубанов. Он регулярно сбивал дочь. В общем, к этому давно ушло, и вот случилось. Ценная информация. Я сейчас возьму перекусить и приду. Ага. Добро. Вот тут. Два десятка дел по угонам за последние несколько лет. Ну, учтите, раскрываемость по ним стремится к нулю. Да, похоже, полиция в Андрейске работала не билижачевым. Так угоны же. Если сразу не поймали, потом бесполезно. Или у вас в столице по-другому? Угон на автомобиле загоняется в отстойник, а там он... Либо продается, либо разбирается на запчасти. Просто нужно найти, вероятно, места стойников здесь. Вот и все. Ага. Скажите, а у вас есть диетические хлебцы? Ой, девушка, зачем вам эти хлебцы? Возьмите лучше наши пончики. Ну, мне бы диетические хлебцы. Пончики створога. Куда диетичней? А эти хлебцы только себя дразнить. Деньги на ветер. Ими же не наешься. Здравствуйте. А вы следователь? А в чем дело? Мы с супругей Коровиной пришли дать показания по поводу смерти Оксаны Рубановой. Нам сказали, что следователь вышел ненадолго. Вы здесь собираетесь давать показания? Ну, вообще нам особо рассказывать нечего. Леня школьный друг Романа. Мы были на вечере. Ничего особенного не заметили. Мы можем идти? Нет, не можете. А, меня интересует Олег Рубанов. Когда пришел, когда ушел. Так, значит, значит, так. Девушка, я хочу послушать вашего мужа. Ну, рассказывай. Тебя слушают. Только давай быстрее, мы опаздываем. Ну, я был там где-то половина десятого. Вот. Олега не видел. Ну, мне кажется, его там не было. Давайте я расскажу. Олег появился... Позже. Я ждала мужа, там колокольчик висит, он звенит, когда кто-то приходит. Ну, он ушел в районе девяти, а вернулся почти в десять. Хорошо. Возможно, вам придется подойти и дать показания письменно. А сейчас вы можете быть свободными. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Федор. Федор, ты запрос в автомагазин сделал? Да. Предъявил модель шин, следы протекторов, которые остались на обычене рядом с парком. Извините. Федор. Оказывается, на автомобиле Рубанова точно такие же шины. Ну, что, собранных улик достаточно, чтобы задержать Рубанова. Что-то не так? Дай пончик. Я просто не предлагал, думал, вы на работе не идите. Я сделаю исключение. Пожалуйста. Ну что, муж, хватит на сегодня, а? Разошлем ориентировки на посты. У меня жена. Фирменные педяшки делай. Поедемте ко мне, пообедаем, а? Альсен Сергеевич. Ну вот. А вы говорили, хватит. Вы что собираешься делать? Не-не-не-не, вот это не так. Спокойно, Петр Андреевич, спокойно. Петр Андреевич, спокойно. Петр Андреевич, спокойно. Знаешь, все-таки мужа наукокошил. В смысле? Да задержанный это Олег Рубанов. Муж найденный в парке, Оксана Рубанова. Оперативно работает, Соколова. Быстро нашла убийцу, да? Чего тут искать азбука? Первый круг подозреваемых. На каком основании вы меня задержали? Гражданин Рубанов. Вы задержаны по подозрению в убийстве вашей жены Оксаны Рубановой. Что за бред? По показаниям матери вашей жены, вы неоднократно применяли к ней физическое насилие. И что? Ну, поссорились. Ну, припечатал пару раз. После ссора поехал на день рождения к Романа. Провел там весь вечер. Нет. Нет, не вещи. Вы отлучались почти на час, чтобы добить жену. А потом вернулись и продолжали веселиться, дабы обеспечить себе алиби. Но есть свидетели, которые это заметили. Да, отлучался. Но не убивал. Куда это случилось? Да? Юль. Алексеевна. Юля Алексеевна, что-то удалось найти ей по пальчикам гонщика? Как раз сверялась в полицейской базе и есть кое-какие совпадения. Смотрите. Спасибо, Юля Алексеевна. Вам бы лишь бы кого посадить. Ну, какой смысл мне жену-то убивать? Обычное бытовое насилие. Вы ее постоянно избивали. Безнаказанность развращает. Потеряли над собой контроль. И вот результат. Куда вы ушли с вечеринки? Ушел угонять автомобиль гражданина Зойкина. Отпечатки Рубанова оказались в базе. В подростковом возрасте он уже имел судимость за мелкую кражу. Ну, а новичок и перебрал, потерял бдительность и не стер свои отпечатки с умного автомобиля. Так? Рубанов, что вы на это скажете? Да я просто покататься взял. Нет. Нет, Рубанов, не покататься. Вы угнали автомобиль, чтобы потом на нем вывести трупа Оксаны в парк и избавиться от него. Ну, извините. Ну, тут пришла... Рубанова Оксана. Александр Сергеевич. Я вчера сама не своя была. А сегодня смотрю, в блоге у Таньки Бородиной в парке труп нашли. И все думают, что это я. А его обвиняют в убийстве. Пожалела. Подумала, что посадят. Вот и вернулась. Вашего мужа все равно посадят. В угон автомобиля. Какой же он дурак. Ознакомьтесь. Подпишите. И можете быть свободны. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Да. Ульяна Владимировна, вас Угей Волкосе и вызывай. Вызывали. Присаживайтесь, Ульяна Владимировна. Александр Сергеевич, поздравляю вас с успешным завершением дела. В два счета, можно сказать, нашли и угонщика, и автомобиль. Показали свой высокий профессионализм. Ну, по-другому не умею. А вот Ульяна Владимировна сумела. Целый день расследовала убийство живого человека. Ульяна Владимировна, как так вышло? Рубанов опознал в обгоревшем трупе свою жену. На него указывало многое. Регулярный абьюз в отношении к убитой. Абьюз? Абьюз. Абьюз, насилие. Он избивал убитую. Ну, то есть не убитую, а теперь живую супругу. Отсутственные вечеринки. В конце концов, протекторы шин на обочине парка совпали с следами шины его машины. Кстати, насчет шин. Тут у половины города такие надежные качества, доступная цена. Абсолютно правильно, Александр Сергеевич. В общем, дальше работать над этим делом, назовем его условно, незнакомка. В огне. Работать будете вместе. Да, Михаил Андреевич. Без возражений. Добрый день. У меня для вас важная информация. Спасибо, вы мне уже очень помогли вашей информацией. Да подождите. Я знаю, что Оксана Рубанова жива. А, и теперь вы вспомнили, у кого еще в этом городе есть такой манитюр, да? Да, вспомнила. Знаете что, идите с вашей ценной информацией к следователю Адмиралову, и пусть он теперь работает с вашими ценными сведениями. Хорошо, пойду к Александру Сергеевичу. Стойте, ладно. Что там у вас? Такой маникюр делают только в элитном спа-салоне Клеопатра. Вас проводить? Сама найду. Да подождите! Адмиралову-то сообщать? Вы ко мне? К вам. Ну, заходите. Услушаю вам это. Уважаем! Извините. Услушаю. Добрый день. Вы по записи? Добрый день. Мне нужен мастер, который делает вот такие ногти. Ужас. Маш, к тебе пришли. Сейчас. Здравствуйте. 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 Я следователь, у меня грязная работа. Скажите, это вы делали вот этот маникюр? О, боже. Какой ужас. Кто ее так? Именно это мы и пытаемся выяснить. Так это... Это ваша работа? Да, моя. Но... И что, убили? Вспомните, пожалуйста, кому и когда вы делали такой маникюр? Вчера заходила девушка. Молоденькая, не высокого роста, симпатичная. Андреевск, маленький город. Я заметила. Ты очень рада, что Оксана жива. Рома очень переживал. Ну, кого же тогда убили? А помнишь, вчера ко мне девочка приходила? Вы еще с ней вместе в одно время были. Ужас-то какой. Да, я вчера делала укладку перед днем рождения Ромы. Еще она пришла без записи и представилась как Наталья. А что-нибудь вообще про себя рассказывала? Она сказала только, что давно в городе не была. А у нее не было денег. Расплачивалась она кредитной картой. Угу. Спасибо вам. Пожалуйста. Мне нужна распечатка транзакции банковской карты. А давайте я вам сделаю маникюр со скидкой. Будь красивым. Спасибо, в другой раз. Ты не знаешь, кто съел мои печеньки? Понятия не имею. Ты у нас суперсыщик-то ищешь? Угу. Я по поводу информации из банка. Кому докладывать? Да кому угодно. Мы же вместе ведем это дело одной, дружной командой. Кредитка, которой расплачивались в спа-салоне, оформлена на имя Натальи Антоновны Артамоновой. Так, нужно разослать ориентировки в гостинице и раздать патрульную. Рабочий день закончен, пора по домам. Кстати, до сих пор не знаю, где я живу в этой дыре. А ты идешь? Я еще поработаю. Ну, как хочешь. Что-то еще, Одинцов? Ульяна Владимировна, мне надо с вами поговорить. Речь идет о смерти Даши Ивашкиной. Я считаю, что у Даши с головой все было в порядке. Ну, откуда вы знаете? Вы же не психиатр. Дело в том, что мы с Дашей были не просто коллегами. У нас были отношения. И депрессией Даша не страдала. И что, по-вашему, произошло? Ульяна Владимировна, у меня приказ доставить вас на вашу квартиру. Так, мне нужно вам дать адрес. А то у нас общежитие МВД на ремонте. Так, космонавтов 15. Только владелец предупредил, там есть небольшая проблема. Засор в бане. Прекрасно. Мне всегда достают все самое лучшее. А там вантус есть? Я решу проблему с засором. Договорим у вас дома. Я здесь никому не доверяю. Ну что, едем? Петр Андреевич, вы не ждите меня. Я сама доберусь. Ульяна Владимировна, ни в коем случае. Буду куковать с вами, пока вы не закончите. Вот так. Ульяна Владимировна, может, поедем? Ночишь на дворе. Я закопалась в Тартамоновой. До 16 лет она жила здесь. Потом с родителями переехала в Ярославль. Вопрос, зачем она сюда приехала? Я сижу у нее в соцсетях, у нее тысячи друзей. Я их просматриваю. Артамонова. Артамонова? Наташка. Ну, конечно. Ой. Ее мать с моей женой на кухне вместе в столовой работали. И Наташка вместе с подругой своей лучшей, Оксаной. Часто к ней прибегала. Оксана? Да. Они Рубановы ли? Я не помню. Фамилия-то я... Они дружили в соцсетях. Угу. Опять все ниточки ведут к Оксане Рубановой. Ульяна Владимировна, поехали, поехали. У вас уже глаза слипаются. Поехали. Утром и вечером мудренее. Да, пора. Да. Поедем, Петр Андреевич. Ну, вот тут и будет, стало быть, ваш новый дом. Надеюсь, вам понравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok